Напомню, что всего ладов 7, вот, и 3 из них мажорные, 3 минорные и 1 лад особенный, он уменьшенный, то есть в основе которого лежит уменьшенное трезвучие. Сегодня мы сосредоточимся на мажорных ладах, один мы уже знаем, он называется ионийский, ионийский лад, ионийский лад. В ионийском ладу, как и в любом другом, 7 ступеней, мы берем за основу пока что до мажор, до, ре, ми, по, соль, ля, си, до. Ступени 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, снова 1. Интервалы 1, 1. И в прошлом видео я рассказывал, что достаточно запомнить то, что, не обязательно запоминать все интервалы в ладу, главное запомнить два места, где интервал вместо одного тона полтона. Так вот, в ионийском ладу это между 3 и 4 ступеней полтона и между 7 и 1 полтона. Ионийский лад совпадает с мажорной тональностью, с мажорным ладом. То есть, тот мажорный лад, к которому мы привыкли, это и есть ионийский лад. До, ре, ми, а, соль, а, си, до, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И в этом ладу ступени обозначаются вот так, как они есть арабскими цифрами, я уже тоже про это говорил, без всяких, без каких-либо альтераций. То есть, понижение, понижение и повышение. А уже остальные лады как раз образуются при помощи изменения ступеней в мажорной тональности, либо в ионийском ладу. То есть, исходим из этого лада. Также вспоминаем, что про трезвучие. От первой ступени у нас мажорное трезвучие, то есть, до мажор. Это сейчас я обозначаю аккорды, не на ноту. От второй ступени минор, д, м, ре минор. Третья ступень это ми минор. Четвертая ступень это фа мажор. Пятая ступень это соль мажор. Шестая ступень это ля минор. Седьмая ступень это, как бы его получше обозначить, это си. Си. Ну, обозначим пока вот так. Диминишит. Либо уменьшенное трезвучие. Это если говорить про обычные трезвучия. И, то есть, получается, что у нас от первой ступени мы строим мажорный аккорд. То есть, аккорды я буду обозначать римскими цифрами. То есть, арабскими цифрами обозначаем ступени, чтобы было разграничение, чтобы было понятнее. А римскими цифрами мы обозначаем аккорды внутри этого лада от каждой из ступеней. Если аккорд мажорный, то мы обозначаем его заглавной римской цифрой. Если аккорд минорный, минорный, так, мажорный, ай, четвертый, а главная, пятая, тоже большая цифра, шестой, аккорд от шестой ступени, минорный. Значит, обозначаем его, и уменьшенный я обозначу как минорный, с таким вот кругляшком. Это обозначает, что он уменьшенный. Если же мы говорим про цепт аккорды, то есть, это вот трезвучия, так их и обзову. Три-звучи-я. Нас также интересуют помимо трезвучия и цепт аккорды. У меня есть видео на канале, где я рассказываю, какие цепт аккорды внутри мажора гаммы. Можете посмотреть, подсказка сейчас всплывет, чтобы они сейчас не останавливаются. Итак, просто вкратце напомню, что помимо трезвучия, от каждой из ступеней строится также цепт аккорд, который принадлежит конкретной тональности и конкретному ладу. В данном случае я ионийский лад, тональность до мажора. Это от первой ступени у нас строится большой мажорный септ аккорд. От второй ступени малый минорный. От третьей ступени малый минорный. От четвертой ступени также большой мажорный. От пятой ступени, внимание, малый мажорный септ аккорд. Позначается он вот так Или его еще называют доминантный септаккорд Почему так, чуть позже расскажу Любовы уже, наверное, знаете То есть он один в тататональности Строится от пятой ступени От шестой ступени строим Также малый минорный От седьмой ступени мы строим Малый минорный с пониженной квинтой Опять же, если забыли Отправляемся в предыдущее видео В другое видео про септаккорды Где в этом все рассказано И вот такой порядок Трезвучий мажорных, минорных И септаккордов Он сохраняется для любой тональности Не только для до-мажора Но и для любой другой Из 12 возможных тональностей То есть вот этот набор Трезвучий и септаккордов Мы просто можем вот так сделать Отделить Вот таким образом То есть вот здесь может быть все что угодно В зависимости от тональности Например, тональность Тональность ми бемоль мажор Ми бемоль Строим Мы уже знаем, какие интервалы В этой тональности Ми бемоль Первая и вторая ступень Тон, па Третья ступень Соль Между третьей и четвертой полтона То есть ля бемоль Дальше тон 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 И полутон Снова пришли в ми бемоль Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Один И таким образом Мы можем Вот глядя на эту табличку Составить Какие есть аккорды И септаккорды Внутри данной Данной тональности То есть ми бемоль у нас Ми бемоль Фа Соль Простите Ми бемоль Фа Соль Ля бемоль Си бемоль До Ре Ми Смотрим сюда У нас абсолютно такие же должны быть аккорды, трезвучие и септаккорды То есть мы их просто можем переписать Один Первый это мажорный Второй Минорный Третий Минорный Четвертый Мажорный Пятый Мажорный Шестой Минорный Седьмой Минорный Уменьшенный И просто подставляем вот эти ступени То есть здесь квадратики И вот здесь просто перечисленные ступени Вторая Первая Вторая Третая Четвёртая Пятая Шестая Седьмая И просто подставляем Здесь у нас мы знаем что первый это maj7, дальше идет m7, дальше m7 у третьего, четвертый опять же maj7, пятый просто 7, шестое m7 маломинорный и маломинорный с уменьшенной квинтой. Все, и мы просто подставляем leri вот сюда ступеней из нужной тональности. В первой ступени строится ми бемоль мажорный большой септокорд, вот второй fa минор, вот третий соль минор, вот четвертый ля бемоль мажор с большой септимой, от пятой си бемоль доминатный сабтаккорд от шестой до минор малый минорный сабтаккорд и от ре мы строим малый минорный сабтаккорд с уменьшенной квинт и таким образом можно построить все то же самое для любой из тональностей итак от первой ступени и бемоль большой мажорный сабтаккорд во второй ступени по минорный по минорный сабтаккорд у тридцать ступени соль минор и септимор от четвертой ступени большой мажорный сабтаккорд от пятой ступени доминатный от шестой ступени малый минорный сабтаккорд то есть трезвучие минорное септимор от седьмой ступени полуменьшенный сабтаккорд и снова большой мажорный от первой ступени и это актуально для любой из тональностей можем быстро если вы уже знаете количество мажорных аккордов сабтаккордов количество минорных какой ступени строится то вы можете построить их в любой тональности тональность например си мажор посложнее большой мажорный сабтаккорд от первой ступени от второй ступени смотрим малый минорный малый минорный 2 2 ступени малый минорный 2 ступень это до диез строим минорный минорные трезвучие 7 у 3 ступени это радиец строим а минорный септаккорд малый минорный септаккорд от четвертой ступени это ми 3 4 ступень полтона большой мажорный сабтаккорд это мажорное трезвучие добавляем большую септиму Так, это была четвертая. Теперь от пятой ступени мы знаем, что это доминация септаккорд. Это мажорное трезвучие и септима. От шестой ступени, шестая ступень это соль диез, опускаемся на октаву. Ниже соль диез. Это должен быть в шестой ступени малый минорный септаккорд. Минорное трезвучие, септима. И последняя седьмая ступень, полу уменьшённый. То есть уменьшённое трезвучие из двух терций состоит и септима, малая. И всё, и возвращаемся в тонику. Большой мажорный септима. Вот. К чему вообще мы всё это ведём? В любой мажорной тональности от каждой ступени строится свой лад. Мы выяснили, что от первой ступени строится ионийский лад. Теперь осталось объяснить остальные шесть ладов и от каких ступеней они строятся. Сегодня мы рассматриваем ещё 2 дополнительных мажорных лада. Первая мажорная у нас строится от первой ступени. Смотрим, где у нас ещё мажоры есть. Тональности мажорные от четвёртой и от пятой. Так. Рассматриваем лад от четвёртой ступени. Четвёртая ступень. Опять же возвращаемся к до мажору. Па мажор. Это мажорная трезвучья. То есть в основе этого лада лежит мажорная трезвучья, значит и лад, соответственно, мажорный. Теперь, внимание, мы идём по ступеням мажорной тональности, по нотам, которые принадлежат мажорной тональности, до мажор. Но начинаем не от до, а от фа. И смотрим, какие у нас получаются интервалы. То есть мы идём чисто по белым клавишам. Итак. Сразу рисуем первую ступень, вторая. Сейчас мы рисуем ступени нового лада, который у нас сейчас получится. Но мы идём по белым клавишам. Итак, первая ступень. Фа. Дальше. Вторая ступень. Соль. Интервал тон. Всё нормально. Пока что всё как в до мажоре. Соль. Тридцать ступень. Ля. Опять тон. Опять так же. И сейчас, внимание, мы идём по белым клавишам. То есть мы рассматриваем до мажор, но идём от фа. И мы попадаем не в си бемоль, а в си. То есть у нас между третьей и четвёртой ступенью не полтона, как в ионийском ладу, а целый тон. Си. Но мы не можем оставить здесь ч-четыре. Потому что если бы была бы ч-четыре, интервал должен был быть здесь полтона, как в ионийском ладу, да? Но мы рассматриваем белые клавиши. Значит, си. Значит, у нас... Ой. Жёсткая стёрка. У нас тут интервал один тон. И это значит, что мы четвёртую ступень повышаем. То есть... У нас по отношению к ионийскому ладу, то есть по отношению к мажорной тональности, у нас четвёртая ступень повышена. Идём дальше. До. 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 Ре. Тон. До. Ми. И фа. Возвращаемся снова к тонику. То есть мы получили то, что у нас интервалы между ступенями такие же, за исключением четвёртой ступени. Она повышенная на полтона. О чём говорит этот диез. И это таким образом мы получаем лидийский лад. Лидийский лад. То есть... Ещё раз повторяю. В мажорной тональности ступени, в которой обозначаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, от четвёртой ступени строится лидийский лад. Запоминаем. Но мы уже знаем, что четвёртая ступень в лидийском ладу по сравнению с ионийском повышенная на полтона. Поэтому мы теперь можем построить лидийский лад совершенно от любой ноты, зная полученные интервалы. Допустим, если мы построим лидийский лад от той же ноты до. То есть ионийский лад у нас такой. Теперь же построим от ноты до лидийский лад. 1, 2, 3. Повышенная четвёртая ступень. 5, 6, 7, 1. Назад идём. Совершенно другой оттенок по сравнению с ионийским ладом. Свеобразный. И таким образом мы можем также сказать, исходя из того, что мы получили. То есть мы получили одну чёрную клавишу, фа диез. И, то есть получается, что у нас до мажор. Он может играть роль как ионийского лада, но он также может играть роль лидийского лада. И мы можем сказать, в какой тональности у нас до мажор выступает вроде лидийского лада. Как мы можем это сделать? Вспоминаем, что лидийский лад строится от четвёртой ступени обычной мажорной тональности. Четвёртая ступень. Четвёртая ступень до будет для мажорной тональности соль-мажор. Лидийский. Всё. И здесь оказалась та же нота фа диез. Чёрная клавиша. Что и в лидийском ладу до. Что и в обычной мажорной тональности. Это седьмая ступень. Возможно, сейчас немножко сумбурно, непонятно. Но, может быть, дальше будет понятнее, надеюсь. Так. Какой ещё у нас мажорный лад может быть? Смотрим. У нас ещё мажор строится от пятой ступени. Пятая ступень. Пятая ступень. Мажорный. Мажорное трезвучие. Соль. Выясним, какой лад строится от пятой ступени мажорной тональности. Идём также по белым клавишам. Опять же, я почему привязываюсь к белым клавишам? Чтобы было понятнее. Из чего исходить. И уже потом можно строить данный лад от любой другой клавиши. Но сейчас удобнее всего понять именно на белых клавишах. Какие изменения в ступенях, в этих ладах по отношению к главной мажорной тональности. Итак, соль. Соль. Мы идём по белым клавишам. Но начинаем не от до, а от соль. Первая ступень. Соль. Следующая белая клавиша. Вторая ступень. Ля. Третья ступень. Так как это мажорная трезвучие, то и, соответственно, терция мажорная. Большая. Дальше. Четвёртая ступень. Между третьей и четвёртой полтона. Всё так, как в до мажоре. Всё правильно. Здесь без изменений. До. Четвёртая и пятая тон. Это ре. Пятая и шестая тон. И седьмая ступень. Внимание. Между шестой и седьмой ступенью. В обычной ду мажоре. В обычной мажорной тональности. Семь, один. Полтона. А если мы идём от соль. Между шестой и седьмой ступенью. Оказывается полтона. Фа. Ну и, соответственно, здесь у нас получается один тон вместо полтона. Между седьмой и первой ступенью. Таким образом, мы получаем то, что у нас седьмая ступень. По отношению к обычной мажорной тональности. Понижена на полтона. И таким вот образом мы получаем из мажорной тональности. Из ионистского лада. Мы получаем. Миксолидийский лад. Миксолидийский лад. Миксолидийский лад получается из обычной мажорной тональности с понижением седьмой ступенью. Мы получили амиксолидийский лад. Вместо вот этого. Получаем миксолидийский лад. И в его основе уже лежит не большой мажорный септаккорд, а малый мажорный септаккорд. Итак. Возвращаемся в до мажор. Обычный ионистский лад. Чтобы получить из ионистского лада миксолидийский, понижаем седьмую ступень на полтона. А теперь упражнение. В какой мажорной тональности аккорд септаккорд до мажорной септаккорд играет роль миксолидийского. Напоминаем, что миксолидийский лад строится вот в пятой ступени мажорной тональности. А пятая ступень, если в до смотреть, у нас пятая ступень в до для па. И опять же здесь видим ту самую си бемоль, которая у нас образовалась понижением седьмой ступени в миксолидийском ладу. Таким образом, мы выясняем, что если мы видим, что где-то встречается мажорный аккорд, мажорное трезвучие, до мажор, то мы можем для себя понять, что до мажор может участвовать в трех мажорных тональностях в качестве ионийского лада, в качестве лидийского лада, в качестве миксолидийского лада. Пример. Встретили мы аккорд до мажор. Так, мы пока не знаем, какая это тональность, но мы уже сузили свой выбор до трех возможных тональностей. Когда до мажор играет роль ионийского лада, и тогда это до мажор, соответственно, да, мажорный тональность до мажора. Либо, когда он играет роль лидийского лада с повышенной четвертой ступенью, то есть он строится от четвертой ступени, и тогда тональность, это соль, мажор. Четвертая ступень как раз будет до. Либо же до мажора выполняет роль доминатного трезвучия в какой-то тональности. То есть миксолидийский лад образуется с понижением седьмой ступени. И в данном случае он выступает в роли пятой ступени, пятая ступень для фа мажора. Итак, если мы встречаем аккорд до мажор, то у нас тональность либо до мажор, либо фа мажор с пятой ступенью в до, либо тональность соль мажор с четвертой ступенью в до. В общем-то, так это и работает. Здесь главное поупражняться, попробовать. Давайте быстро с другим аккордом. У нас звучит аккорд, например, так, какой у нас не участвовал. Ре мажор. Не знаю, в песне. Разбираете песню какую-то, хотите определиться с тональностью. По одному аккорду вы не определите эту тональность, но, по крайней мере, вы сузите выбор до трех тональностей, в которых в одной из них ре мажор выполняет роль ионистского лада с обычным видом ступеней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Либо же он выполняет роль лидийского лада с повышенной четвертой ступенью. это будет у нас тональность ля мажор с ре как раз в четвертой ступени это когда он выполняет роль лидийского лада. Либо же ре мажор выполняет роль пятой ступени миксолидийского лада с пониженной седьмой ступенью это будет для то есть ре мажор в позиции пятой ступени будет для соль мажора. 4, 5, 5 как раз ре мажор. Почему он называется доминантный как раз вот миксолидийский лад в основе миксолидийского лада лежит доминантный трезвучий либо доминантный септаккорд. Этот септаккорд имеет наибольшее тяготение к тонику. Можно прослушать если поняли что ре мажор выполняет роль доминантного септаккорда то есть миксолидийского лада от пятой ступени то у нас тоника будет в соль. Все. Разрешение. Либо же с участием септимы то есть тогда мы образуем септ-аккорд и мы получаем дополнительное тяготение и разрешение. Вот. То есть получили либо ре мажор и они иский лад либо лидийский лад для ля мажора либо же это микс лидийский лад для соль мажора лидийский и напомню что в гайнистском ладу в основе лежит большой мажорный септ-аккорд септ-аккорд в лидийском ладу также большой мажорный потому что седьмая ступень неизменная а в микс лидийском ладу у нас седьмая ступень понижается на полтона поэтому в основе микс лидийского лада лежит малый мажорный септ-аккорд доминовный вот я не нашел другого способа как это объяснить но все-таки если какие-то вопросы возникают обязательно пишите спрашивайте и я на все отвечу итак теперь давайте немножко поимпровизируем сейчас я покажу на практике каким образом влияет тот или иной звук тот или иной лад на звучание в целом есть пад здесь я просто обозначил аккорд до мажор то есть у нас на фоне играет до мажор как мы выяснили до мажор лежит в основе трех мажорных ладов и они эскиллад лидийский лад получается с повышенной четвертой либо это микс лидийский лад с пониженной седьмой вот то есть мы можем импровизировать в трех ладах как минимум когда звучит мажорный аккорд мажорные трезвучия пробуем сначала попробуем обычный ионистский лад импровизируем с использованием ступеней ионистского лада лад как видите я использовал просто ступени обычного обычного ионистского лада теперь я также буду использовать ионистский лад но в какой-то момент перейду в лидийский лад и послушайте проследить ли вы этот момент лад лад Надеюсь, вы заметили, что я перешел в лидийский лад, как только в моей импровизации стал участвовать вместо фа по диез. В этот момент мы перешли из ионийского лада в лидийский. Теперь обратно перейдем из лидийского в ионийский. Переходим в ионийский. Снова в лидийский. Ионийский. Таким образом, в импровизации можно чередовать. То есть, мы получаем, что у нас во время того, как звучит аккорд до мажор, неважно, в песне, в композиции, где угодно. И если мы импровизируем, мы получаем дополнительную ступень для нашей импровизации, которая звучит вполне уместно для данного аккорда. Мы получаем помимо фа, еще и фа диез. Этот принцип используется в джазовой теории, в джазовой импровизации. Когда какой-то джазовый музыкант импровизирует поверх какой-то последовательности аккордов, то у него на автомате все сразу срабатывает. То есть, если он знает, что звучит аккорд, в данный момент звучит аккорд до мажор, он смело, легко использует в своей импровизации ступени. Ступени любых ладов, которые ему доступны. В данном случае это мажорные лады. Это лежит в основе как раз импровизации, но мы, даже те, кто делает не джаз, вполне могут также применять это в своей музыке и тем самым делая свою музыку гораздо-гораздо интереснее. Но это еще не все. Мы смотрели только два лада. Теперь мы переходим из ионийского лада в миксер-лидийский лад. Напомню. Это си бемоль в данном случае. Понижение седьмой ступени на полдона. Сначала в ионийском ладу играем. Пришли на миксер-лидийский. Снова в ионийский. Миксер-лидийский. Лидийский. В ионийский. Миксер-лидийский. Можно совмещать, то есть брать ступени из лидийского и миксер-лидийского. Получается, что интересно. Какие-то восточные нотки. Таким образом, можно зайти очень далеко, и это сыграет только вашему творчеству на руку. Я в этом больше, чем уверен. Итак, напомню. Сегодня мы рассмотрели три мажорных лада, один из которых мы уже знаем. Это ионийский лад, который имеет вид ступеней обычной, как у обычной мажорной тональности. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Далее мы рассмотрели лидийский лад, который строится от четвертой ступени мажорной тональности. Да, и мы получаем лидийский лад повышением четвертой ступени. 1, повысили. Лидийский лад. И мы изучили миксолидийский лад, у которого от обычной мажорной тональности, от ионийского лада, отличается понижением всей седьмой ступени. И который строится от пятой ступени обычной мажорной тональности. В данном случае это будет по мажору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И мы получаем дополнительные ступени, альтерированные, измененные, которые мы можем, имеем полное на это право, использовать в своих импровизациях и в своей музыке, чтобы сделать ее гораздо интереснее и, может быть, даже иногда непредсказуемой, но в хорошем смысле этого слова. В следующем видео мы изучаем уже минорные лады, то есть мы уже знаем, что от первой ступени в мажорной тональности строится ионетский лад, от четвертой лидийский, от пятой микс лидийский. Мы знаем также, что от второй, третий и шестой строятся минорные трезвучия. Это значит, что от них строятся минорные лады, то есть выполняют роль минорного лада. Какие это лады узнаем в следующий раз. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok